Тем более люди притягиваются друг к другу на основе все-таки общих целей и общих интересов, ну а также общей картины мира, которая в них сознает общую энергетику, общее как бы энергетическое поле, можно так сказать, и это так еще, знаете, называют, это мой человек или не твой человек, родственная душа или родственные души. То есть, с одной стороны, как я сказал, внешне можно сказать, что люди притягиваются по общим интересам и целям, с другой стороны, также люди притягиваются вот по этой общей энергетике, которая опять-таки основывается и на общей картине мира, на общих убеждениях. Ну и опять-таки на основе этих убеждений у людей будут и общие цели, и интересы, и цели, и общая направленность мышления. Но все-таки мужчина служит таким локомотивом, потому что он ведущий, у него роль ведущего. Поэтому все-таки, если даже у них какие-то есть отличия в целях и убеждениях, но более или менее общая некая платформа, общая платформа убеждений, верований, парадигма мышлений, то в целом этого уже достаточно, чтобы они вместе развивали свои отношения, взаимодействовали. И, конечно, с учетом того, что мужчина будет ведущим, он будет дальше эти отношения развивать, развивать себя, вести за собой женщину. И не все так плохо, как я сказал в предыдущем видео, да, то есть, да, конечно, в современное состояние знакомство, оно оставляет желать лучшего, но можно знакомиться, нужно знакомиться, просто ключевым моментом в этом вопросе будет служить именно развитие себя, своей энергетики, потому что, когда ты развиваешь свою энергетику, развиваешь себя, то ты можешь на основе этого притягивать даже не столько девушку, а в принципе людей, которые резонируют вместе с тобой по этим убеждениям, по твоей энергетике, по твоей парадигме мышления. Ты их будешь притягивать в свое поле, они будут с тобой резонировать, и вы будете вместе чувствовать, что вы, ну, как это, родственная душа, родственные души. Ну, и также вместе ты будешь притягивать и девушку, которая впоследствии тоже станет твоей спутницей, ну, не обязательно на всю жизнь, может быть, на какой-то период жизни, на какой-то срок, это могут быть какие-то отношения более или менее длительные, продолжительные. И это очень хороший способ, именно которым стоит руководствоваться вот именно в настоящее время. То есть развивая себя, занимаясь собственным саморазвитием, реализуя свое призвание и предназначение, понимая свой внутренний стяжень, формируя свой внутренний стяжень, потому что сейчас многие люди его потеряли, и увеличивая свою энергетику, развивая свою энергетику, следуя по пути своего призвания и предназначения, это лучший способ, я утверждаю сейчас, лучший способ, чтобы в итоге притянуть ту девушку, с которой тебе было бы интересно. И это именно тот вариант современного, ну, можно так сказать, современного способа знакомиться, современного пикапа, чтобы... Ну, это не то, что прямо именно сейчас так. Раньше тоже это было, да, то есть люди, которые развиты, самореализуются, они, в принципе, всегда привлекательны. Но сейчас это особо актуально, сейчас это самый мощный, самый действенный способ, когда ты развиваешься, работаешь над собой, работаешь над своей психикой, работаешь над своей энергетикой, работаешь всецело над своим призванием, над реализацией, чтобы тебе реализовывать себя в социуме, в обществе, то ты по определению становишься, ну, внешне привлекательным, но внутренне, энергетически, ты тоже привлекаешь по энергетике тех людей, которые, ну, то есть, которые тебя видят. Они тебя видят, ты им нравишься, они притягиваются по энергетике, опять-таки, по резонансу. И в итоге, рано или поздно, ты притянешь и привлечешь в свою жизнь нужных тебе людей, в том числе и девушку, женщину, спутницу, точнее. Вот. Впрочем, еще на первых этапах, когда я начинал знакомиться, то есть, с девушками, и, в принципе, занимался темой знакомства, развивался в этой теме, я уже тогда понимал о том, что, в первую очередь, нужно делать ставку на самореализацию. Это есть основа привлекательности. И это я как раз-таки рассказывал, я рассказываю в своих уроках, которые я давно снял. И они сейчас у меня выложены на канале, вы можете посмотреть, я повторюсь, проходите, смотрите. Раньше они были закрытыми, платными, сейчас я их открыл, пожалуйста. Это общедоступно, это, в принципе, уже все знают, все понимают, более или менее здравые люди. Но почему-то мало кто это осознает. Ну, я знаю, почему мало кто это осознает, потому что это трудно осознавать, да. И мы все, мы все, то есть, наше мышление замусорено всякими бытовыми и прочими-прочими-прочими вредными мыслями, лишними мыслями. Так вот, в общем-то, делая ставку именно на свое собственное саморазвитие, на свое призвание, на следование по пути своего призвания и предназначения, ты становишься самой привлекательной версией себя. И даже в такое трудное время, как сейчас, когда, ну, тема пикапа, знакомства на улицах, в социальных местах, она практически умерла, то способ саморазвития через следование своему призванию – это все равно будет работать супернадежно, на 100%. Я это утверждал всегда, раньше, тем более, и буду утверждать сейчас, и буду утверждать и в будущем. Была такая книга, про которую раньше вот все, все проекты и по пикапу, и по знакомству, все раньше о ней говорили, Дэвид Дэйда «Путь настоящего мужчины». Рекомендую с ней познакомиться, почитать. Она очень легкая, простая для прочтения, там достаточно очевидные такие мысли, но если ты ее не читал, то рекомендую к прочтению, может быть, для тебя это будет тоже каким-то откровением, открытием, поэтому рекомендую. Но в целом мысль, которая там, вот я ее здесь озвучу в этом видео. И это ключевая идея, с которой я тогда еще начинал и сам развиваться, и потом доносил до остальных, кому пытался каким-то образом помочь, повлиять на их мышление, на их жизнь. И это будет и работать в дальнейшем. То есть понимание себя, своей природы, своего предназначения, предназначение своего смысла в жизни, следование по пути своему предназначению, уметь самому работать над собой – это и есть ключ не только к тому, чтобы найти там любимого человека, но и в целом к реализации, к любой, в любой сфере жизни. Если так уже обобщать в общем, подводя итог данного видео, но это способ реализации в любой сфере жизни, как и профессиональный, когда ты можешь найти ту социальную работу, ту социальную реализацию, где ты максимально будешь реализовываться в соответствии со своим призванием. Не бывает, конечно, идеальной работы, всегда будут какие-то нюансы, всегда будут какие-то отрицательные моменты, потому что, в принципе, сейчас общество, оно такое достаточно сложное, больное даже. И много разных факторов, которые влияют на человека, к сожалению. Но, тем не менее, можно найти максимально близкое что-то к твоему призванию, к твоей природе, к тому, через что ты мог бы реализовываться. И потом уже пытаться как-то это улучшать, менять, менять это в лучшую сторону. И это следующий способ реализовываться. Уже уровень, скажем так, миссии. Но об этом пока не будем говорить, да, пока что просто речь о том, что следование по пути твоему призванию и предназначению реализует тебя и во всех сферах жизни. Не только в плане профессиональной деятельности и, соответственно, в материальной сфере. То есть ты начинаешь там больше зарабатывать, у тебя больше круг знакомств, но и в личной жизни, возможно, еще в духовной сфере, потому что тебя это постоянно толкает на работу над собой внутри себя, на то, чтобы находить ответы на какие-то более глубокие вопросы, духовные вопросы. Чтобы, в принципе, развиваться и быть интересным человеком. Много я уже сказал на эту тему. Основную мысль, я думаю, что вы поняли. Поэтому спасибо, что посмотрели это видео. Пишите комментарии. Впереди ждут очень интересные видео, поэтому оставайтесь на канале. И до новых встреч.